Гастроли в Великобритании, фестивали с зарубежными звездами в Новосибирской филармонии рассказали о планах на 2022 год. Несмотря на пандемию, в концертной организации надеются привезти музыкантов из Америки, Европы, Азии, звезд отечественной сцены. Юридические механизмы отлажены. Главное, чтобы исполнители теперь не заболели. Сюжет Алексея Кудинова. В этом году Новосибирской филармонии исполнится 85 лет. Это одна из старейших и самых больших концертных организаций России. Юбилейные торжества запланированы на лето, а в ближайшие месяцы несколько коллективов филармонии отправятся в большие гастрольные туры. Камерный оркестр ждут в городах Сибири и Арабских Эмиратах. Симфонический оркестр должен отправиться в Москву, а затем дать семь концертов Великобритании. Несмотря на пандемию, и в самой филармонии планируют провести несколько домашних фестивалей с зарубежными гостями. Самое главное, чтобы иностранный исполнитель не заболел. А вот по части его приезда вот этот механизм, он как бы у нас уже в нашей филармонии отлажен. И вы, наверное, видели совсем недавно и на Рождественском фестивале, и на Сибжасвесте, что иностранных музыкантов было довольно много. В программе Транссибирского арт-фестиваля заявлены музыканты из десяти стран. Так, в Новосибирске ждут ансамбль Моцарт-групп из Варшавы и брюссельского скрипача Майкла Гутмана. Будут и именитые отечественные исполнители. Анонсированы Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, ансамбль Юрия Башмета, солисты Москвы и народный артист России Евгений Миронов. Также на Транссибирском арт-фестивале должны прозвучать мировые премьеры сочинений современных композиторов. Уже четвертый год мы имеем возможность включать произведения наших композиторов в программу Транссибирского фестиваля. По сути дела, это нигде нет. Это вот инициатива такая встречная Вадима Репина и нашей. И у нас были премьеры таких композиторов, как Андрей Молчанов, Борис Лисицын, Елена Демидова. В этом году и Рейда Сальникова будет. Кроме Транссибирского, филармония планирует провести Белый фестиваль, Струны Сибири и перенесенные с прошлого года вторые сибирские волторновые дни. На лето запланирована серия концертов под открытым небом, но их судьба зависит от эпидемиологической обстановки. Алексей Кудинов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok